С другой стороны, можно приобрести наишикарнейший опыт, при этом опираясь на мамино плечо. Поэтому по мне ситуация суперская, и мое предложение относиться к ней и разбирать ее именно вот из такого ракурса. Еще раз спасибо за приглашение. Всем пока. Итак, продолжаем нашу беседу. И следующий вопрос, который мы хотим задать. Меня очень интересуют отношения родителей и учитель на самом деле. Как правильно выстраивать с ними отношения? Нужно ли им объяснять что-то про своего ребенка? Или они в принципе уже имеют мнение? То есть лезть ли родителю в этот процесс? Или как идет, пусть идет? Ну смотрите, мое мнение, все равно ребенок под защитой родителя. Вы выполняете функцию защиты. То есть вы на самом деле сейчас отстаиваетесь права своего ребенка, защищаете, и вы полностью его опекаете. И можете свою позицию смело говорить учителю, с позиции взрослого. Ваш ребенок еще не может разговаривать с позиции взрослого, не берет на себя ответственность. Пока что вы берете ответственность, и вы решаете, в какой школе будет учиться, в каком классе, как она одевается, какие кружки она посещает. Вы это все сами решаете, поэтому нужно общаться с преподавателем, с самым родителем. Ребенок может оставаться в стрессе до тех пор, пока он чувствует свою незащищенность. Если происходит конфликт с учителем, родитель должен прийти в школу и как-то отреагировать на это. Любая реакция возможна, но в этом случае ребенок чувствует, меня защищают. Я полностью защищена. Что бы ни случилось, мама на моей стороне. Это очень важно для самооценки ребенка. Я бы еще даже сказала, что очень важно пробовать не допускать конфликтов. То есть налаживать контакт заблаговременно. Действительно, есть учительница первая в первом классе, с ней познакомиться, настраивать как-то ее позитивно на своего ребенка. И я более чем уверена, даже когда у меня есть опыт педагогический, когда родители действительно беспокоятся, переживают о своем ребенке. Есть дополнительная галочка у педагога. У меня было как у педагога, что так, тут мама правда вовлечена, включена и какие-то даст рекомендации. А есть педагоги, которые сами спросят. И это, конечно, тоже здорово, когда такие бывают, что они сами спрашивают, а какие особенности у ребенка, что нужно учитывать в процессе. Но вот мне интересно, Настя, мнение, хотела бы ли бы ты, чтобы твои родители как-то взаимодействовали с учителями? Как бы тебе было? Ну, иногда я боюсь, чтобы мама не сказала такого чего-то лишнего, что потом могло навредить, например, мне на уроке. А вот твоя мама там считает тебя такой-то, я тебя такой не считаю, все. Типа я боюсь, что потом мне самой станет от этого как-то хуже, что учитель поменяет мое отношение свое ко мне, точнее. То есть если это резко случится, вот именно что если родители как-то резко ворвутся в жизнь ребенка, непостепенно. Что если это было с самого начала, то вполне все понятно. Ну, все-таки как-то хочется самой решать с учителями что-то. Но если уж такая ситуация происходит, мама вмешается. Ну, теперь я поняла то, что хуже не будет. Надо же понимать, что уже те выпускные классы, это не первый класс, когда ты прям защищаешь своего ребенка. Десятый, одиннадцатый. Мы уже много сами не знаем про своих детей, как они ведут. Я думаю, что для многих, наверное, было бы откровением поведение ребенка, если бы показали то, что происходит на уроках на самом деле. Тоже надо это учитывать. Ну, конечно, человек в разной ситуации, в разной социальной роли, по-разному реагирует, ведет себя абсолютно нормально. Ну, нельзя забывать, что подходит время сепарации. То есть ребенок начинает показывать свои границы. Чем он может показать? Тем, что хочется побыть одной в комнате. Это нормально. То есть это первые шаги вот к этой сепарации, к тому, что ребенок заявляет, я взрослею, мне нужно личное пространство. Если конфликтная ситуация, ребенок не может ничем оперировать, не может противостоять родителю, он может просто кричать, либо замолкать. То есть вот это вот безмолвие, я не буду с тобой говорить, ты ничего не поймешь, это тоже как способ защиты и способ коммуникации. Но это в худшем случае. Или просто закрыть свою дверь и не выходить из комнаты. То есть родителям нужно понимать, что у него гормональный сейчас идет дисбаланс, ребенок растет, ребенок взрослеет. И в эти конфликтные ситуации все равно попадает, как бы мы ни защищали, что бы мы ни говорили, все равно конфликты будут. И надо научить своего ребенка конфликтовать, выходить из этих конфликтных ситуаций. И первым делом мы бы рекомендовали просто разделить вот эту ответственность, разделить эту боль. Да, я вижу, ты пришла из школы, тебе грустно, что произошло? Вот я, наверное, могу предположить, если ребенок мне не говорит, что произошло. Возможно, ты обиделась, ты с кем-то дружишь, кто-то с тобой перестал дружить, какой-то треугольник сложился. Потому что в детском возрасте тоже складываются треугольники, кто с кем дружит, против кого. И нужно рассказать, у меня тоже в детстве был такой случай, мне тоже было больно, неприятно, когда девочка дружила со мной, потом выбрала другую девочку со мной и уже не дружит. Это тоже я пережила, я знаю, как это. И ребенок тогда понимает, что вы, несмотря на то, что взрослый человек, можете представить, каково это переживать эти эмоции, разделить с ним эту ситуацию. Это очень важно. Ну вот, мне кажется, у нас был такой разговор за кадром, и Настя чуть-чуть поделилась, что есть некое напряжение в классе. Можешь немножко рассказать, какие возникают ситуации, трудности? Потому что я знаю, что есть очень разные классы, есть очень разные поведения подростков. Как вот у вас складывается? Ну вот у нас класс в последнее время стал достаточно дружным. Наверное, мы понимаем то, что все, последний год вместе учимся, потом уже все, выходимся в другие классы. Расставание сплотило. Ну кто-то, конечно, останется, но все равно как-то думаем уже, как мы будем по друг другу скучать. Вот. Ну, бывает такое то, что когда кто-то выступает, его не слушают. Ну, я понимаю то, что, ну, кому там интересно с другой стороны. Но все-таки, когда начинаются какие-то комментарии, какие-то смешочки, вот, неприятно бывает. То есть хотелось бы, чтобы была какая-то поддержка со стороны одноклассников. А есть ли у вас такой вообще, такой откровенный, возможность откровенно говорить друг с другом и, например, про это прояснить с одноклассниками, сказать, что, знаешь, там, было бы здорово, если бы ты меня там слушал. Или там, ребят, давайте друг друга поддерживать. Как у вас такие разговоры бывают душевные? Ну, не бывают. Ну, то есть я могу так поговорить с теми, кто уже меня и так поддерживает каким-то образом. Ну, а если человек не понимает, ему неинтересно, зачем я буду его как-то заставлять. То есть у вас есть такие микрогруппы, которые... Есть, всегда такое есть. У нас нет такого то, что каждый учится и дружит, с каждым взаимодействует. Настя, а что для тебя дружба? Что значит это? Поддержка. Поддержка. Ну, это правда, мне кажется, важно, когда ты чувствуешь, что ты в коллективе, и никто не против тебя, больше как-то за или хотя бы нейтрален. Ну, и, наверное, нейтральный тоже как безразличие может восприниматься тоже не очень приятно. Ну, я в школу не так часто хожу. Все, ты уже ушла на самообразование. Чтобы оценить, да? Могу сказать как психолог и как мама, что нужно отслеживать состояние своего ребенка. Если присутствует некая тревожность, нужно на это обратить внимание. Хочу поделиться случаем, которые достаточно показательные в этом плане. Когда мой сын сдавал ЕГЭ в другой школе, которая рядом с нами, произошел трагичный случай. Мальчик покончил с собой, сбросился с 17 этажа и оставил родителям предсмертную записку. Сказал, уважаемый родитель, я не оправдал ваших ожиданий. Мои баллы по ЕГЭ не 100 баллов, а, кстати, у него там было в пределах 50-60. То есть он не сдал на 0, а сдал на хороший балл. И, тем не менее, вот такой трагичный случай произошел. То есть насколько ожидания результатов ЕГЭ были важны в этой семье. Либо там еще какие-то механизмы включались в действие. То есть не доводить до такого состояния. То есть это очень грустно, что такое происходит. И тут явно превышена значимость этих результатов ЕГЭ. И сейчас мы выслушаем мнение по этому вопросу эксперта, психиатра. Добрый день, спасибо большое за ваш вопрос. Его можно разделить на три основные части. Это следует ли вмешиваться в отношения ребенка и учителя. Это то, как ребенку подготовиться наилучшим образом к экзамену. И то, как вам реагировать на сложившуюся ситуацию. По поводу вмешательства в отношения ребенка и учителя. Самое главное понять цель этого вмешательства. Я так предполагаю, что в вашей ситуации целью будет улучшение коммуникации между преподавателем и ребенком. Поэтому тут вы можете инициировать разговор с ребенком. И спросить у него, подробно разобрав, как он думает, для чего преподаватель, для чего учитель отправил ему это голосовое сообщение. Скорее всего, при подробном разговоре вы выясните, что таким образом преподаватель вовсе не имел в виду чего-то плохого. Видимо, она имела в виду, что она тоже расстроена, она тоже обеспокоена. И она хотела бы, чтобы ребенок более усердно занимался, более усердно готовился к экзамену. Скорее всего, ее целью не было сделать так, чтобы ребенок боялся и не ходил в школу. То есть это был ее способ мотивации. Когда ребенок поймет, что таким образом преподаватель имел в виду вот это, что он хотел бы, чтобы он готовился усерднее, что она тоже расстроена, возможно, такой способ поможет ребенку лучше коммуницировать с учителем и лучше понимать способы мотивации и то, что и же имелось на самом деле в виду. Дальнейшее по поводу подготовки к экзаменам. Пора единого госэкзамена, сдачи предварительных тестов и сдачи основных тестов. Это такая тревожная пора и у учеников, и у их родителей. Поэтому возрастание уровня тревоги в данной ситуации вполне логично. Вообще тревога — это естественный эволюционный механизм, это естественная эмоция, которая дана нам эволюцией. И тревога, она физиологична. Она возрастает чаще всего в момент, когда есть нехватка времени, недостаток информации. Либо это какое-то действительно важное событие для нас, либо это какая-то угроза, например, угроза жизни. Поэтому тревога физиологична. Но если в данном случае тревога выходит из-под контроля, то тогда вы можете предложить ребенку следующее. Вы можете поговорить о том, что же его волнует, что же его тревожит, что же он на самом деле боится. Чаще всего под тревогой и страхом скрываются разные мысли. И вы можете сесть, подробно поговорить и даже выписать эти мысли. Чаще всего это мысли о том, что я буду хуже всех, я буду неудачником, я не оправдаю ожидания родителей, учителей, своих собственных и прочие-прочие моменты. Самым главным в этом моменте будет что? Вы можете выписать эти мысли на бумагу. Вы можете продумать план действий о том, что будет, если. Это чаще всего и пугает ребенка. То есть страх неопределенности. А что же будет, если вдруг? Если же будет четкий план того, как действовать, даже в ситуации частичной неудачи, что-то пойдет не так, что-то случится не так, как задумалось, тогда у ребенка будет понимание ситуации. То есть как минимум у него уйдет страх неопределенности. Он будет знать, что ему делать. Это понизит уровень тревоги. Кроме того, вы можете предложить своему ребенку техники релаксации, техники отвлечения внимания, которые также можно использовать при тревоге. Это могут быть дыхательные техники, такие как, например, квадратное дыхание. Это могут быть релаксационные техники, такие как прогрессивная мышечная релаксация. Это могут быть техники из mindfulness, например, такие как бодискан и многие-многие другие. Все эти техники вы можете найти в интернете в открытом доступе и применять их как сами, так и вместе с ребенком, для того, чтобы снизить уровень тревоги. Кроме того, очень часто в возникновении предэкзаменационной тревоги имеет значение понимание контроля. Потому что помимо негативного восприятия тревоги, того, что это опасно, это плохо, это ужасно, есть еще и, скажем так, позитивное восприятие тревоги, когда такой ребенок, такой подросток, даже взрослые, они думают о том, что если я буду очень много тревожиться, тогда я предусмотрю все возможные исходы развития событий. И тогда я буду ко всему готов. Тогда я смогу все контролировать. Тут самым лучшим образом будет поговорить с ребенком о том, что же действительно он может контролировать, и что же находится за властью его контроля. В данном случае я часто в работе с пациентами применяю метафору спортсмена. И вы можете предложить эту метафору также и ребенку. Можете поразмышлять над тем, как, например, спортсмен может готовиться к какому-то важному своему соревнованию, на что он действительно может повлиять, и что за властью его контроля. Чаще всего, когда вы размышляете, разговариваете с ребенком на такую тему, выясняется, что спортсмен может повлиять на регулярность своего режима дня, на режим питания, на рутинные физические нагрузки для того, чтобы к определенному времени выйти на пик формы. Он может вовремя ложиться спать, он может правильно питаться. На что же спортсмен при подготовке к какому-то важному своему соревнованию повлиять не может? Например, он не знает, какой соперник ему попадется. Он не будет знать, какая будет погода в этот день, какие будут зрители на трибунах, какой будет судья, и будет ли он предвзят, например, к нему, или что-то еще. Это действительно то, на что повлиять невозможно. После того, как вы ввели эту метафору, вы можете переключиться на конкретную подготовку ребенка к экзамену, и поговорить с ним о том, на что он может повлиять во время экзамена, и что же все-таки за властью его контроля, и о чем, пожалуй, не следует так сильно беспокоиться, потому что действительно, беспокоясь, он не возьмет под контроль ситуацию. Тогда, когда ребенок понимает это, он действительно осознает, что есть вещи, которые он контролирует, и которые он может действительно, на которые он может повлиять, и есть те, которые выходят за его контроль. Хотелось бы в конце поблагодарить вас за вопрос и сказать вам, что если вдруг вы не справляетесь с предэкзаменационной тревогой, если вдруг предложенные техники и способы решения проблемы не помогают вам, то вы всегда можете обратиться за очной консультацией, за помощью и поддержкой к психотерапевту. До свидания и желаю вам здоровья. Продолжение следует...